В эфире Народные новости в студии Яна Сараева. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. Принять участие в плебисците гражданский долг каждого россиянина, жителей Мордовии также планируют проголосовать. Воспитанникам надежды, благодарности, теплые пожелания ветеранов Израиля в Хайфе продолжают вручать изготовленные детьми георгиевские ленточки. Новое звучание стиля фолк группа Торома и на самоизоляции работает над новыми композициями. Народные гуляния, поездки на малую родину, посещение могил близких. В 2020 году все это нужно отложить. Светлый праздник Троица православные христиане проведут в не совсем привычном формате. Причина тому пандемия. Статистика не радует заразившихся коронавирусом все больше. Без песен и плясок, без теплых встреч с земляками. Праздник Святой Троицы в этом году пройдет в непривычном, но продиктованном временем формате. 6 и 7 июня на Родительскую субботу и Святую Троицу жителям Мордовии снова рекомендуют не покидать свои дома и квартиры. Эпидобстановка в регионе продолжает оставаться напряженной. С каждым днем число зараженных COVID-19 растет, поэтому сейчас важно в очередной раз побеспокоиться о своем здоровье и остаться дома, соблюдать все меры профилактики. Как сообщает городская администрация, в эти дни посещение кладбищ остается под запретом. Дороги ко всем городским погостам будут закрыты. Там будут дежурить правоохранители. В храмы также пропустят лишь тех, кто задействован в организации богослужений. Но это не повод расстраиваться. Праздник можно встретить и дома. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю Святой Троицей с рождением Церкви и пожелаю вам, чтобы Дух Святой, который сошел на святых апостолов, сходил во время вашей жизни и преодолевал ваши дела во благо вашего спасения. И, конечно, прошу всех вас в этот день стараться не посещать храмы, чтобы не искушать себя и тех близких, которые рядом с вами. И Господь, ведя вашу молитву, конечно, будет помогать вам и в этот день и не оставит по вашему смирению. Всех вас с праздником поздравляю, желаю мира, радости и благополучия. Кроме этого, в эти дни, 6 и 7 июня, будет отменен и дачный маршрут номер 142Д. Оперативный штаб призывает всех жителей республики соблюдать все меры профилактики. Ограничение не чей-то каприз. Единственный способ избежать новых вспышек заболевания. Юлия Мамаева, Народные новости. В Розаевке провели грандиозный развод. Затем сотрудники полиции отправились в город. Они провели беседы с жителями города. Напомнили им о необходимости ношения масок, перчаток и соблюдения социального дистанцирования. На тех, кто пренебрегает установленными правилами, составлены административные протоколы. Розаевка. Три часа дня. Сотрудники полиции местного отдела внутренних дел вместе с коллегами из Саранска, которых привлекли на усиление, застыли в строю. Полицейским ставят задачу выйти на улицы города, провести с жителями профилактические беседы, а также пресекать возможные правонарушения. Основная задача это проведение профилактической работы с населением в части соблюдения дистанции по недопущению распространения коронавирусной инфекции, а также соответственно мероприятие направлено на стабилизацию оперативной обстановки, и также установление местонахождения лиц разыскиваемых, скрывающихся от органов вследствие суда, а также являющихся без вести пропавшими. Получив ориентировки, сотрудники отправляются по определенным заранее маршрутам. В эти дня они работают в напряженном режиме. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе железнодорожников чрезвычайно сложная. Процент зараженных в два с половиной раза выше, чем в Саранске. Сказывается менталитет местных жителей. Розаевка – город в основном одноэтажный. Люди привыкли чувствовать себя в своем доме защищенными, а некоторые считают, что коронавируса вообще нет. Результат – вспышка заболеваемости. Бороться с такой позицией приходится полицейским. Группе капитана Акмаева достался центр города. Почему не соблюдаем указ Республики Бордоеве, 78 от 17 марта, а в день решим повышенной готовности и принятие дополнительных мер на территорию республики? В связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Почему не бережем свое здоровье, бабушки? Нет, а что мы нарушили, изверяемся? Вы нарушили статью 20.6, часть 1, Кодекса административных правонарушений. Так, вы мне объясните, без точек, без этих самых, что нарушили мы? Разрешено ходить? Разрешено. Необходимо, нет. И тем более даже на 100 метров, а у нас 50 вот. Беседовали полицейские не только со взрослыми. Детям они также напоминали, что нужно носить маски и не выходить на улицы без необходимости. 5 июня полицейские патрули работали в самых многолюдных местах Розаевки. Группа старшины Адикаева работала в нагорной части города железнодорожников около парка. Здравствуйте, девушки. Патрульм-стравая служба, старшина полиции Адикаев. Вы откуда двигаетесь? Ой, заходил в пятерочку в магазин, а что? Ага. Просто у нас на территории республики Мордовия введен режим повышенной готовности. Вот. Режим коронавирусной инфекции. Я бы хотел вас предупредить на то, что без надобности из дома выходить запрещено. Большое спасибо. Мы только за. Не всегда полицейские встречают понимание. Тогда приходится применять меры административного воздействия. С 1 апреля оштрафованы уже 232 жителя Розаевки. В пятницу эта цифра увеличилась. Вячеслав Кузьменко, Денис Ноздрюхин. Народные новости. Менее чем через три недели россиянам предстоит определить судьбу основного закона страны. День голосования 1 июля, но на избирательные участки можно будет начать приходить уже за шесть дней до. Знают ли жители Саранска об этом и планируют ли голосовать? 1 июля состоится историческое для России событие. Страна общенародно проголосует за поправки в Конституцию. Изменения затрагивают самые разные сферы жизни. Одна из них о сохранении, защите, суверенитета и территориальной целостности. Это значит, что действия и призывы к действиям на отчуждение части территории страны будут запрещены. Многие согласны с тем, что такое изменение навеяно временем и поэтому необходимо. Россия, она, во-первых, самая большая страна. И поэтому сохранение ее целостности, сохранение ее границ – это очень важный вопрос для всех нас. Наше самосознание, самосознание наших людей как раз и должно основываться, базироваться на законе. Вот на этом законе, самом главном законе для каждого россиянина, нашей Конституции, где будет это все закреплено. Поэтому я уверен в том, что внесение такой поправки в нашу Конституцию продиктовано вот этим сегодняшним временем, так как у нас достаточно много в современном мире недоброжелателей. И это даст нашим людям уверенность в завтрашнем дне. Еще одна поправка гласит, Российская Федерация чтит защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умоление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Вячеслав Жаров уверен, это поможет избежать переписывания истории. Сохранит значимость вклада России во многие мировые исторические события. Эти вопросы, эти поправки очень важны для меня, как, конечно же, для казака. То есть казака, атамана городского казачьего общества, потому что наши все казаки, вступая в общество, говорят о том, что... То есть, когда я им задаю вопрос, а какой смысл, а какая цель прихода вашего в наше общество, они вот как раз начинают. То есть, сделать такие усилия для того, чтобы защитить суверенитет нашей страны. Сделать таким образом, чтобы наша страна была современной, развивающейся и с одной стороны, с другой стороны, чтобы вот это вот все было навечно закреплено в нашем законе. Какой будет Россия завтра, это решится уже совсем скоро после голосования за поправки. Свой вклад в дальнейшую судьбу страны сможет сделать каждый, поэтому оставаться в стороне просто неразумно. Юлия Мамаева, Владимир Надькин, Народные новости. Региональное отделение Пенсионного фонда продолжает оформлять выплаты на детей от 0 до 3 лет и от 3 до 16 лет. С 12 мая по 4 июня заявление на право о получении 10 тысяч рублей подали более 64 тысяч человек. В 97,5% обращений о это заявлении на более чем 85 тысяч детей от 3 лет до 16 принято положительное решение. На банковские счета перечислено 851,5 миллион рублей. Отказы в основном из-за неправильного оформления документов. Лицевой счет обязательно должен быть заполнен в отношении заявителя. То есть это тот лицевой счет, который указывается только в отношении мамы, если подает заявление она. Только в отношении папы, если подает заявление папа. У нас есть случаи, когда, например, мама подает заявление от себя, но указывает лицевой счет для перечисления отца. В этом случае возвращаются деньги, мы начинаем искать мамочку, принимать определенные меры. В Мордовии на такую выплату имеют право более 100 тысяч человек. Однако поспешили обратиться за меры поддержки далеко не все, пока не поступили заявки приблизительно на 15 тысяч детей. Подать заявление можно через портал госуслуг, личный кабинет на сайте пенсионного фонда или же через клиентские службы ПФР. Эти же способы подходят для оформления ежемесячных выплат на детей до трех лет. Если говорить о цифрах, то в настоящее время по 5 тысячам рублей у нас принято более чем 15 тысяч заявлений на общую сумму 83 миллиона рублей. Право на такую поддержку в размере 5 тысяч рублей имеют более 18,5 тысяч человек. Региональное отделение пенсионного фонда напоминает о возможности получить выплаты. Ирина Пятина, Народные новости. В Израиле продолжают чествовать ветеранов Второй мировой войны. Творцам Победы вручают георгиевские ленточки от воспитанников саранского приюта «Надежда». Такие поздравления с 75-летием Великого праздника уже получили сотни человек. Символ памяти, символ Победы. Акцию по подготовке георгиевских лент для ветеранов Второй мировой из израильского города Хайфа запустили в приюте «Надежда» еще зимой, за 100 дней до празднования Дня Победы. В конце января там прошли мастер-классы. На них заботой и трепетом, поднимательным взглядом наставников. Воспитанники смастерили те самые броши, которые в дальнейшем были переданы Творцам Победы. Акция памяти организована по инициативе Центра развития социальных инноваций и общественных инициатив. В Израиле ее встретили очень тепло. Задумку из Саранска помогли реализовать члены всеизраильской организации «Мост памяти». Сама важность передачи памяти юному поколению имеет огромное значение. И ветераны принимали эти ленточки со слезами на глазах. Им было очень приятно внимание детей из другой страны. Им очень было приятно понимать, что их подвиги не забыты. И что есть организации, дети, которые помогают сохранить память о том великом подвиге. Всего ветеранам было передано около тысячи георгийских ленточек. Их раздача началась в преддверии Великого праздника. К 9 мая каждый воин Второй мировой получил ленту и письмо от воспитанника Саранского приюта «Надежда». Знак уважения и благодарности – символ того дня, который они в военные годы приближали, как могли. Ветераны направили в адрес ребят ответное слово. Дети, я буду в вашей жизни без войн. Это самое главное. Но для того, чтобы не было войны, вы должны вырасти взрослыми, сильными, физическими, грамотными. Учитесь, чтобы быть достойным детьми, как в семье, так, где вы живете, так и своей родине верны. День Победы – праздник для всех, но особенно трепетный и важный для ветеранов. Они искренне благодарят воспитанников приюта «Надежда» за подарки, а главное – за стремление сохранить память о тех годах. Спасибо за память о старых солдатах. Спасибо за ленту и украшения к ней. Спасибо за то, что вы знаете об Израиле. Страна, которая делает много для того, чтобы на земле был мир и благополучие. Будьте счастливы. Передайте привет своим учителям, что они заслуживают наше уважение. Я 40 лет проработал педагогом, поэтому я передаю своим коллегам, важным учителям, привет и пожелание, чтобы у них были хорошие ученики. День Победы прошел, однако акцию решили продлить. В сентябре в Израиле продолжат праздновать юбилейную дату, ведь весь 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Саранские ребята изготовят еще 2000 лент. В дальнейшем их также передадут ветеранам и не только им. Будут вручения медалей проводиться и также будем вручать ленточки, которые мы получим в следующей партии. Но в этот раз мы хотим чуть-чуть расширить эту акцию и вручать не только ветеранам Второй мировой войны, но и молодежи, и гражданам Израиля, даже ивритоговорящим, для того, чтобы ознакомить их с нашим праздником, с нашей историей. И это только начало теплой и крепкой дружбы, благодаря которой воплощается в жизнь большое дело о сохранении памяти о великом подвиге народов. Наша организация «Мост памяти» само название подразумевает собой мосты и память. Поэтому для нас очень важно, что есть вот такой мостик с такой страной, как Россия, которая поддерживает память Второй мировой войны. И очень приятно, что есть именно мост с молодым поколением, с детьми. На данный момент мы заинтересованы сделать в дальнейшем проекты между молодым поколением Мордовии и Израиля. Юлия Мамаева, Народные новости. В наше время очень трудно становится чем-то удивить и увлечь публику, особенно это касается этнической музыки. Фольклорная группа Торума создает новые проекты, экспериментирует в области синтеза музыкальных направлений фолка с джазом, фолка с роком и фолка с симфонической музыкой. В период самоизоляции работа не прекращается ни на день. Государственный фольклорный ассамбль Торума в этом году отмечает юбилей. И сегодня в коллективе 23 человека, которые ставят перед собой задачу сломать стереотипные представления о фольклоре. И это у ребят отлично получается. Многогранный и пластичный фолк в обработке Торума получает новые звучания. И, соответственно, находит отклик в душах и сердцах людей совершенно разных поколений. Прошлое выступление доказывает, что фольклор сейчас очень востребован в новой обработке, с новым видением, с молодежью. Поэтому и направление фолк-рока, и симфоническим оркестром не оставило зрителей без внимания. То есть нас без внимания зрителей. Ну, а сейчас, вот новое направление, мы инструментальную музыку делаем. То есть инструментальную. То есть люди едут в машине, хотят послушать. На фоне того, что мы поем и акапеллы, и по-разному. То есть, а это инструментальная музыка с живыми инструментами. В период пандемии, когда творческие люди, так же, как и все, находятся на самоизоляции, казалось бы, создавать что-то новое сложно. Но не в этом случае. Ребята плодотворно трудятся, без репетиций не проходит ни дня. Кроме того, есть уже отснятый материал, который сейчас сводится, монтируется. В скором времени Торума будет готова представить на суд зрителя новый клип. У нас уже отснят материал, отснимали тоже разными группами, но малыми составами. Но вот в ближайшее время, я не могу точно сказать, наверное, неделя. И вы, наверное, увидите. То есть мы еще проверим. Он, в принципе, уже скоро готов. Но есть недочеты. Мы сейчас нашим худсоветом посмотрим еще, оценим, где что надо поправить. Но должен быть красивый. У нас прошлогодний клип заканчивается, который мы начали снимать еще в том году. Не успели из-за погоды и так далее. И еще новый. То есть у нас будет сейчас в очереди, наверное, три клипа. В юбилейный год государственный фольклорный ансамбль Торума готовит для поклонников не один сюрприз. Выпускаются два новых альбома. По песням снимаются клипы, которые не оставят равнодушными никого. А еще артисты пробуют себя в совершенно новом направлении, оценку которому даст зритель и слушатель. Идеи для воплощения у Торума множество. И никакие режимы самоизоляции для настоящих творческих людей не помеха. Лина Буянкина, Андрей Просвиркин. Народные новости. На этом у меня все. В студии была Яна Сараева. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.